Всем привет! В эфире универньюз, а в студии Леев Диденко. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня в выпуске. Студенты Казанского университета организовали круглый стол по проблеме домашнего насилия. Казанский федеральный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Янтайским университетом. В лице имени Лобачевского Казанского федерального университета прошел познавательный семинар «Россия. Корея». В Казанском федеральном университете совсем скоро начнет работать Координационный совет под цифровой трансформацией и развитию информационных технологий. Соответствующий приказ подписал ректор Ильша Атгафуров. Он также отметил, что создать подобные советы было необходимо. К другим новостям. Янтайский университет – один из ведущих университетов китайской провинции Шэньдун. Еще с 2008 года республика Татарстан имеет с ней дружественные связи. В рамках развития этих отношений Казанский университет сотрудничает со многими китайскими вузами. Теперь он подписал соглашение и с Янтаньским университетом. 2 ноября в онлайн-формате состоялся межрегиональный диалог «Янтай-Казань-2020» в рамках Китайско-Российского года научно-технических инноваций с участием Казанского университета. Главная цель мероприятия – создание платформы для взаимопонимания и общения между университетами, научными институтами и предприятиями вперед пандемии. В ходе мероприятия Казанский университет подписал соглашение о сотрудничестве с Янтайским университетом. Вот Янтайский университет, они сами выразили желание, видя вот это вот успешное сотрудничество Казанского университета с университетами Китая. Они захотели стать вот этой вот большой семьей сотрудничества. И вот мы сегодня подписали меморандум о намерениях. Это означает, что мы сейчас будем искать точки соприкосновения интересов с этим университетом. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универниус. В лице имени Лобачевского Казанского университета прошел познавательный семинар «Татарстан. Корея. Развитие школьного образования», на котором лицеистам рассказали об истории страны, обычаях и традициях. Как прошел семинар и что в нем было интересного, подробнее в следующем сюжете. Узнать побольше об истории Кореи, познакомиться с ее традициями или просто проникнуться культурой этой страны. Все это возможно осуществить, посетив семинар «Татарстан. Корея», который вот уже пятый раз традиционно проходит в лице имени Лобачевского Казанского университета. В этот раз темой семинара стало развитие школьного образования. У нас много лицеистов, интересующихся корейской культурой, корейским языком. Наши дети активно изучают корейский язык и проявляют интерес к развитию страны. Семинар проводится в сотрудничестве с корейскими коллегами. По словам организаторов, это хорошая возможность обеим сторонам узнать побольше об образовании друг у друга. Наш пятый семинар «Татарстан. Корея» проводится с целью популяризации корееведения. На этом семинаре преподаватели делятся опытом преподавания различных дисциплин, связанных с ним. Мы заметили, что в учебниках старого образца было много недочетов по поводу Кореи. Поэтому немаловажной задачей семинара является правильная передача информации о Корее в Татарстане. На семинаре прошло несколько лекций на корейском языке, мастер-класс по правильному произношению и разговорной речи, а также мастер-класс по отчинничопке, искусству создания поделок из бумаги. По словам директора лицея, информация, которую лицеисты получают во время семинара, заметно помогает им в дальнейшем. Научное исследование детей строится на базе информации о Корее. Учителя занимаются исследованием в области Корееведения. И мы считаем, что такие семинары способствуют сплочению дружбы между народами. С каждым годом организаторы семинара стараются его разнообразить. Однако в этом году все мастер-классы прошли в онлайн-формате. Лев Диденко, Леонард Авлетьяров, Универ, Ньюс. Бьет, значит любит. Русская поговорка, которую многие жертвы абьюза оправдывают своих угнетателей. Почему их нельзя оправдывать и какие у этой проблемы есть пути решения, обсуждали за круглым столом практикующие юристы и студенты российских вузов. Смотрим. Кружок по криминологии кафедры уголовного права Казанского университета при поддержке юридического факультета КФУ и Ассоциации юристов Республики Татарстан на платформе Zoom организовали круглый стол «Домистик Вайленс. Мифы и реальность». Как понятно из названия, обсуждалась одна из острых тем современной России, а именно проблема домашнего насилия. Тема домашнего насилия в России, она очень актуальна, потому что публические механизмы, реальные механизмы защиты от домашнего насилия не отсутствуют. Причем здесь ребята очень поставили вопрос, крайне интересно. Они ставят вопрос о домашнем насилии не только со стороны мужчины в отношении женщины, но и женщины в отношении мужчины, и родители в отношении детей. В рамках этой темы обсудили закон о профилактике домашнего насилия. Авторы нашего мероприятия представили свои собственные проекты, и мы хотим обсудить вообще вопрос о том, насколько целесообразно принятие такого единого кодифицированного закона о профилактике домашнего насилия. И, во-вторых, что должно в нем содержаться, если есть необходимость его принимать. С докладами выступили не только практикующие юристы, но и студенты российских вузов. Любой круглый стол – это развитие теоретического представления проблемы, предложение решения. Кроме того, в данном случае это соединение с практическими работниками. То есть это то место, где соединяются непосредственно практические теории и рождаются возможные пути разрешения. Кристина Надышина, Универньюз. Как студенту сэкономить около 700 тысяч рублей на однокомнатную квартиру? Расскажем в следующем сюжете. В Министерстве по делам молодежи прошло награждение победителей конкурса среди лидеров молодежной политики Республики Татарстан на получение жилья по программе социальной ипотеки. В этом году в конкурсе участвовали 115 представителей молодежной политики. 9 учащихся Казанского университета стали победителями. Одна из них – магистрант Института психологии и образования Гульчачак Галиева. Эмоции и ощущения, конечно же, одни из самых лучших, очень приятные. Очень приятно себя видеть в числе, так скажем, финалистов. Цель данного конкурса – улучшение жилищных условий студентов, аспирантов, молодых ученых и активной молодежи. В конкурсе могут принимать участие лица от 18 до 30 лет, зарегистрированные по постоянному месту жительства в Татарстане. Обязательное условие – работа или общественная деятельность в Республике Татарстан. Министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов поздравил победителей и вручил им дипломы. Возможность поздравить молодых, активных, небезразличных ребят, которые в тех или иных направлениях проявили себя, а значит проявили инициативу, воспользовались возможностью участвовать в этом конкурсе и в ближайшее время станут обладателями своего собственного жилья. Победители конкурса будут жить в микрорайоне Салават Купере. Федосия Ершова, Валерия Кожевникова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюз. Конкурс – созидательный труд для школьников, направленный на привлечение интереса учеников к технологиям и повышение профессионального мастерства для учителей. Состязание проводится Елабужским институтом Казанского университета уже 12 лет. В этом году поступило более 200 заявок на участие из различных регионов. Впервые конкурс прошел в Доме научной коллаборации. Смотрим. Конкурс, получивший авторитет и популярность среди учителей не только Татарстана, но и соседних регионов, в этом году собрал 70 учеников в научном этапе с 6 по 11 классы. Впервые созидательный труд для школьников прошел в Доме научной коллаборации имени Камильева Алиева Казанского университета. Да, действительно, вот этот дом научной коллаборации, он востребован. Я уже так и написал, назови своим сверстникам из других городов, елабужские мальчики сумеют поднять свою технологическую компетенцию и развиваться в нужном направлении. Центр, открытый в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта образования, оснащен самым современным оборудованием и тем самым расширил возможности для практической части конкурса. То есть дети на практике попробуют и сделать задания по робототехнике, по мехатронике. Значит, есть задания, связанные с созданием эскизов изделий в графическом редакторе. Создают они презентации для представления своих проектов, ранее разработанных. Конкурс для старшеклассников состоялся в формате разработки командных проектов с использованием знаний из сразу нескольких областей – физики, химии, экологии, биологии, обществознания. Сейчас мы, получается, решаем проблему. Нам нужно создать машину Голдберга. Нам нужно сделать за ограниченное время целый проект и презентацию, и заполнить бланки, указать проблему, найти решение и составить свою схему этой машины Голдберга. По итогам конкурса победители и участники, а также их наставники, были награждены дипломами и сертификатами. Диана Желенкова, Денис Сипайлов, Универньюс. А на этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok